Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Черная мазь, которая в 2018 году заполонила американские средства массовой информации, представляет собой экстракт сангвинария канадензис, сангвинария, многолетнего цветущего растения, родом из Северо-Восточной Америки. В разговорной речи он известен как кровавый корень, индийская краска и красный корень. В черную мазь могут входить разные ингредиенты, но в основе ее всегда лежат хлорид цинка и токсичный алкалоид сангвинарин. Коренные жители Северной Америки получали из сангвинарии красный порошок, который использовали для лечения ран и удаления бородавок. На самом деле это довольно сильное средство, которое способно буквально разъедать вашу кожу. Однако производители черной мази утверждают, что ее ингредиенты удаляют только поврежденную кожу, не воздействуя на «здоровую». На самом деле доказательств такого утверждения нет. Но есть свидетельства того, как компоненты черной мази повреждают любые ткани, с которыми соприкасаются, вызывая воспаление кожи и образование струпов. Такое действие препарата на ткани аналогично химическому или термическому ожогу. Но откуда взялся миф об эффективности черной мази против рака. В 1930-х-50-х годах Гарри Хоксли, самопровозглашанный специалист по раку, продавал мазь для лечения различных онкологических заболеваний в клиниках США. В то время о доказательной медицине никто не слышал, и Гарри верили достаточно много людей. К концу 1950-х годов из-за отсутствия научных доказательств и обеспокоенности медиков, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, запретила продажу мази. На самом деле некоторые исследования показывают, что черная мазь обладает некоторыми противораковыми свойствами, но эти работы были проведены на клеточных культурах и не могут быть полностью перенесены на человеческий организм. Другие обзоры показывают, что пока что у ученых нет данных для сравнения эффективности черной мази с традиционным лечением. Кроме того, в терапии важны побочные эффекты, а у компонентов черной мази они ощутимые. Пока нельзя говорить о пользе этого продукта определенно, однако его использование может быть опасно, поэтому лучше воздержаться от покупки такого средства. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.